Девятнадцатый ноября Отношения между школами это всегда очень важно, всегда каждая школа идет своим путем, уверена в его истинности, поэтому когда сходятся разные школы это всегда совершенно принципиальный бой. Кстати хочу сказать, что мало где кроме России такие форматы вообще возможны. Мы говорим о том, что конечно мы не можем сказать какая школа сильнее по результатам, потому что сходятся все-таки конкретные бойцы. Первый поединок закончился молниеносно. Победу одержал Юрий Кибизов, представитель Гет-Вадау. В втором поединке Терентьев Аким вернул победу у Пынькина Виталия удушающим приемом во втором раунде. В третьем решением судей победил Александр Епихин. Если первые три поединка проходили по смешанным правилам, то четвертый по универсальным правилам рингового боя и победу в нем одержал Билетов, нокаутировав своего соперника в первом раунде. Пятый бой проходил вновь по смешанным правилам. На ринге встретились представители боевого самбо и кудо. Соперники хорошо изучили друг друга до битвы, хоть раньше на ковре и не встречались. В итоге после долгой и тяжелой борьбы победу решением судей одержал Венер Галиев. Самбо оказалось лучше, хотя кудо очень серьезный соперник. Плюс он еще разница в возрасте 8 лет. Но победил опыт. Ловил себя на мысль, что постоянно думаю о боях, поэтому особого настроя не требовалось. Ну и поединок сложился так, как я ожидал. Я сомневался, что кто-то из нас может застрочно завершить, если только случайный нокаут. А болевые и удушающие вряд ли будут. Так как уровень довольно-таки, ну я думаю, считаем одинаковый. В парте и в борьбе более-менее одинаковый. Поэтому кому-то чем-то обмануть, перехитрить, вряд ли это надо. Тут только нокаут. Ну и кто сделает бросков больше. Получилось, что я сделал больше бросков за счет этого и выиграл. В шестом поединке решением судей победу одержал Кунашев Сергей. В седьмом болевым выиграл Нурмагомедов. В восьмом судей присудили победу Левину, а в девятом у Нашкотлову Арсену. Пояс чемпиона мира по панкрециону завоевал Шабатинский Александр, а Батухасиков стал абсолютным чемпионом мира по кикбоксингу. В этот вечер он выиграл третий пояс, нокаутировав своего соперника. Фабио очень нестандартный боец. И как начался бой, я это сразу же ощутил, потому что его атаки, они были очень-очень непредсказуемы. Если честно, я не ожидал, что у него настолько хлесткие ноги. Вот, и поэтому максимальная концентрация. Ну и плюс, благодарен тому, что прошел сейчас огромный этап подготовки. Это были и профбои, и чемпионат России, и чемпионат Европы, которые я успешно прошел в игры. И был просто готов. Вот именно, что сегодня мне помогло, я считаю, что был готов с запасом. Именно моя подготовка помогла мне, не делая лишних движений, разобраться в непростых ситуациях. Вот, ну, я, если честно, я был уверен в том, что я все-таки руками достану Фабио. Ну, впрочем, это и произошло. И именно по корпусу. На вопрос журналистов о дальнейших планах Батухасиков сказал, что будет продолжать вносить свою лепту в развитие единоборств.